Приказ Минздрава России номер 148Н от 2 апреля 2014 года дал разъяснение о порядке режима рабочего времени и его учета при вшлении медицинскими работниками дежурств для дому. Приказ изложен достаточно просто, но есть моменты, которые требуют разъяснения. Прежде всего, оплата дежурств на дому. Об этом в приказе ничего не говорится. При вступлении в трудовые отношения медицинский работник не берет на себя обязательств дежурить на дому. Соответственно, должно заключаться дополнительное соглашение, потому что данная правовая норма дежурства на дому может быть реализована только с согласия работника, и то при выполнении медицинской организации территориальной программы госгарантий. Дополнительное соглашение предполагает выяснение воли сторон, в том числе и в отношении заработной платы. Если медицинская организация предоставляет заработную плату, которая не удовлетворяет медицинского работника и ссылается на то, что имеется дефицит финансирования и прочие основания, это не беусловная обязанность медицинского работника на основе такого предложения заключать дополнительное соглашение. Размер заработной платы для медицинского работника должен быть ему интересен, потому что фактически он лишает себя способности во время дежурства на дому куда-то отлучаться со своего местонахождения и быть в постоянной готовности выехать в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи. Поэтому данные моменты должны быть отражены в локальных нормативных актах медицинской организации, согласованных просоюзами и найти место в дополнительном соглашении к трудовому договору. Проблема с медицинским обслуживанием сельской местности это проблема медицинской организации и государства. Оно должно создавать условия для нормального обеспечения врачебными кадрами сельской местности. И медицинский работник не должен и не будет отвечать по обязательствам государства по обеспечению бесплатной медицинской помощи. Об этом медицинскому работнику нужно помнить, когда он подписывает дополнительное соглашение к трудовому договору.